Девчонки, я точно знаю, что вы следите за трендами во своем внешнем виде, и вряд ли кто-то из вас уже носит совершенно безвкусные вещи типа джинсов скини. Однако с бюстгальтерами-то что? Уже давно пора признать, что некоторые бюстгальтеры абсолютно точно вышли из моды, их надо просто выкинуть из своего гардероба. И о них я сейчас расскажу. Первый в моем списке это бюстгальтер двойной пушап. Особенно там, где эти пушапы, они гелевые, либо они вообще сделаны из какого-то хлопка. Там, где объем пушапа, больше, чем объем груди. И если в нулевых было принято так, чтобы грудь прям стискивалась от вот этого объема, то сейчас давно тренд на натуральность, и уже никто не хочет, чтобы в бюстгальтере половина бюстгальтера была ватой. А вот ложбиночка-то пропадает. Нет, можно просто взять бюстгальтер с низкой перемычкой и сделать сексуальную ложбиночку просто так, без пушапчика. Второе это объемистые бабушкина кружева. Сейчас даже вид этих кружав очень сильно изменился. И если раньше это были крупные, такие сильно заметные цветы, сейчас в тренде современные геометричные дизайны скорее спокойные, нежели чем ультраженственные. Поэтому все это обилие крупных вышитых цветов, дополнительной какой-нибудь графичной вышивки, плюс еще все это люрак сама делать, уже давно вышло из мода. Еще один антитренд это белый гладкий бюстгальтер. Я еще могу понять белые бюстгальтеры в кружевной тематике, когда это невеста или когда это мудро невесты, вот что-то такое в эротической тематике. Но вот эти белые гладкие бюстгальтеры на каждый день просто увольте, они совершенно вышли из моды. Всегда лучше телесный гладкий бюстгальтер. А белые бюстгальтеры мало того, что быстро застирываются, еще и плохо выглядят под всей основной одеждой. Четвертый антитренд, от которого точно пора избавиться, это силиконовые лямки. Как будто они делают так, что незаметны твои бретели. Но камон, эти силиконовые бретели все равно видны на теле, поэтому ты никого не обманываешь. Поэтому просто все эти силиконовые бретели, от них лучше избавиться. Купи себе нормальный бюстгальтер бандо, который держится без бретелей. Если ты хочешь подобрать себе классный базовый бюстгальтер, то в таком случае мы можем тебе помочь. У нас в бренде Бестократия появились онлайн-брофитинги. Поэтому, если ты хочешь обрести свой идеальный бюстгальтер, то переходи по ссылке в описании и записывайся на онлайн-брофитинг. И, наконец, последний антитренд – это клеевые бюстгальтеры. Все эти ужасные выродки с Алиэкспресс, где груди стягиваются, как-то склеиваются, где эти две несчастных сиси делаются все для того, чтобы они соприкасались, и все это замазывается клеем. Это просто ужасно. Эти клеевые бюстгальтеры ничего не держат, они раздражают кожу. И вместо того, чтобы так страдать, ну уж если ты совсем не можешь подобрать себе бюстгальтер, что можно легко сделать на брофитинге, то лучше вообще отказаться от такого бюстгальтера и платья, где ты не можешь адекватно подать свою грудь. Гораздо более современным способом, если у тебя открытое платье, будет использовать просто клеевую ленту для груди. Она будет выглядеть гораздо лучше, нежели чем утяжеляющую грудь, клеевые бюстгальтеры, которые, откровенно говоря, очень плохо сидят. Какие еще антитренды в нижнем белье знаешь ты? Напиши мне об этом в комментариях. Тобой была Алина, эксперт по подбору белья. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось, и до новых встреч!